В случае применения гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник полиции обязан разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Закон о полиции, статья 5. Добрый день. В эфире Дзержинского 102. Программа о ставропольских правоохранителях и их службе. Ее ведущий Илья Захаров. Вот главная тема выпуска. Рыбный день. Сотрудники ГАИ в селе Курсавка задержали водителя, похитившего 50 килограммов карпов. Недостача 60 голов. В Апанасенковский районный суд направлено дело пастуха, укравшего овец. 4 килограмма марихуаны. Житель Ставрополя арестован за культивацию и сбыт наркосодержащих растений. Алкоголь, руль, тюрьма. Автоинспекторы продолжают выявлять пьяных водителей по всему краю. У полиции много направлений деятельности. Раскрывать преступления – одна из главных задач. Как ставропольские стражи правопорядка справляются с ней, узнаем из сводки оперативной информации за минувшую неделю. Моя коллега по эфиру Анна Анисимова готова обо всем рассказать по порядку. Анна, вам слово. Сотрудниками госавтоинспекции в селе Курсавка был остановлен автомобиль под управлением жительницы Андроповского района. В багажном отделении сотрудники полиции обнаружили живую рыбу. Установлено, что груз принадлежит пассажиру остановленного транспорта. Мужчина путем незаконного отлова сетью похитил рыбу семейства Карповых общей массой более 50 килограммов. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. В Ставрополе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере. В дежурную часть одного из городских отделов полиции с заявлением о мошеннических действиях обратился житель краевого центра. Мужчина сообщил, что в начале года под предлогом займа он передал своему знакомому более миллиона рублей, а также во временное пользование дорогостоящую иномарку. Взятых на себя обязательств по выплате долга и возврату автомобиля в установленные сроки мужчина не выполнил, а полученным имуществом и денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,5 миллионов рублей. Теперь за мошеннические действия злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности. В Апанасенковском районе окончено расследование уголовного дела о краже скота. Установлено, что житель села Манноческого, работая пастухом в период с апреля по ноябрь 2016 года, похитил с территории животноводческой точки более 160 голов овец, причинив ущерб предприятию и хозяину животноводческой точки на сумму более 700 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апанасенковский районный суд для рассмотрения по существу. Сразу несколько уголовных дел возбуждено в отношении ранее судимого жителя краевого центра. Мужчина подозревается в незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотиков, культивации наркосодержащих растений, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В рамках проверочной закупки сотрудниками полиции задокументировано два факта сбыта гражданином марихуаны общей массой более 1 килограмма. А в качестве оплаты за товар злоумышленник получил не только денежные средства, но и легковой автомобиль. Подозреваемый был задержан. По месту его жительства сотрудники полиции обнаружили три полимерных пакета с приготовленной для сбыта марихуаной массой более 3 килограммов. При обыске во дворе домовладения гражданина сотрудники наркоконтроля обнаружили еще 27 кустов наркосодержащих растений с признаками культивации. В настоящее время мужчина арестован. В отношении него возбуждены уголовные дела. Автоинспекторы Ставрополья продолжают выявлять нетрезвых водителей на всей территории края. Несмотря на денежные штрафы, административные аресты, лишение права управлять автомобилем и даже тюремные сроки, любители сесть за руль на веселе еще остаются. Так, в Кировском районе задержан мужчина, не имеющий водительского удостоверения и управлявший автомобилем в состоянии опьянения. При проверке по базам данных выяснилось, что в октябре прошлого года он понес административное наказание в виде 10 суток ареста за невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования. В этот раз административным наказанием водителю обойтись не удастся. По факту нарушений правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по статье 264, примечание 1. Максимальная мера наказания по ней предусматривает лишение свободы до двух лет. А в Курском районе сотрудники ГАИ на маршруте патрулирования остановили автомобиль ВАЗ под управлением 28-летнего жителя станицы Галюгаевской. Водитель не имел права управления транспортным средством, к тому же находился в состоянии опьянения. Нарушитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду в виде административного ареста сроком на 10 суток. В отношении водителя также возбуждено уголовное дело по статье 264, примечание 1. Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Сотрудники полиции напоминают, что за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 2 года с лишением права управлять автомобилем в течение 3 лет. Оказали достойное сопротивление. Полтора года назад, во время вооруженного нападения на отдел полиции в селе Новоселецком, его сотрудники проявили мужество и смогли дать достойный отпор. Тогда об этом происшествии рассказали все СМИ. Трое вооруженных преступников попытались захватить здание районного отдела МВД, однако четкие и слаженные действия правоохранителей не позволили им этого сделать. Двух нападавших полицейские ликвидировали почти сразу, один совершил самоподрыв. И вот теперь участники тех событий получили государственные награды. На торжественном чествовании полицейских в Новоселецком побывали мои коллеги. Смотрим сюжет. Во дворце культуры села в этот день не было свободных мест. Событием, заслужившим такое внимание, стал не визит главного полицейского края, и даже не появление губернатора региона. Торжественная церемония посвящена местным правоохранителям. Именно они полтора года назад проявили выдержку и профессионализм во время вооруженного нападения на отдел полиции Новоселецкого района. Это видео снято в первые часы после происшествия. 11 апреля 2016 года около 10 часов утра мирная жизнь села в самом центре Ставрополья была нарушена взрывами гранат и автоматными очередями. Трое вооруженных преступников попытались проникнуть в служебное помещение районного отдела МВД. Сотрудники полиции среагировали мгновенно. Времени на раздумья не было. Действовали как на учениях. Быстро и слаженно. Только гранаты и патроны были боевыми. Да и преступники настоящие. Один из нападавших успел бросить в окно гранату. Двое злоумышленников были ликвидированы почти сразу. Еще один совершил самоподрыв. Все произошло стремительно. Никто из сотрудников МВД и гражданского населения тогда не пострадал. У нас на Ставрополь очень много горьких страниц. Очень много людей в погонах, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы могли спокойно с утра собраться. Сегодня там скачки. Еще какие-то мероприятия, множество дней городов. Люди радуются. А каждый день полиция обеспечивает все это. Каждый день. Каждую минуту. Четверо полицейских ранее уже получили ведомственные медали за доблесть службы. В этот раз еще троим вручили государственные награды. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом мужества награжден майор полиции Кузьмин Вадим Васильевич. Кроме того, медаль за отвагу получил оперативный дежурный Семен Баранов. А медаль за отличие в охране общественного порядка вручена помощнику оперативного дежурного Анатолию Замараеву. Меня сегодня переполняет чувство гордости за всех сотрудников ГУД Сарапурского края и, конечно, за ребят с Новосельского райотдела. Спасибо большое всем вам, Новосельцы, и вам, сотрудники отдела. Спасибо. На сцене каждый из награжденных сказал одну, определенную уставом фразу «Служу Российской Федерации». А позже в интервью нашему телеканалу они скромно ответили, что просто делали свою работу и ни о чем другом в те минуты не думали. Героями не рождаются, не становятся. Мы сами, в принципе, выполняя свой долг, не знали, что мы героями будем или что нас награждать будут. Просто делали свою работу. Так получилось, что... Дай Бог, чтобы больше не было таких событий нигде. Ни у нас, нигде. Дай Бог. Ты нужен России, ты нужен России, добрая страна во все времена, с вами всегда. Ты нужен России, как горни, как крылья, как брата во мгле, как лед на столе, как лед на столе. По традиции мы листаем официальные группы полиции в социальных сетях. Сегодня во ВКонтакте откроем группу Министерства внутренних дел. Тут новости о полиции всей страны. Так, в подмосковном главке наградили подростков, оказавших содействие полицейским. Молодые люди помогли задержать особо опасного преступника, предотвратив нападение на несовершеннолетнего. 9 июня в поселке Красная Пойма ребята проходили мимо заброшенного здания и услышали подозрительные звуки. Они увидели мужчину, который готовился совершить преступление. Школьники не испугались и молниеносно применили физическую силу к злоумышленнику. Затем они вызвали сотрудников полиции. В результате был задержан ранее судимый 57-летний житель Пензенской области. У местных стражей порядка тоже есть группа во ВКонтакте. Она так и называется «Полиция Створополья». Самое популярное видео о занятиях, которые проводят автоинспекторы в профильных классах. С 1 сентября в Створопольских школах начали обучение 64 профильных класса. В них программа с углубленным изучением правил дорожного движения. В городе Благодарном начальник районного отдела ГИБДД Сергей Корышев провел ознакомительный урок по безопасности дорожного движения в средней школе номер 1. На первом уроке с ребятами он провел тестирование знаний ПДД. Результат оказался положительным. Все школьники справились на отлично и хорошо. С помощью специального макета ребята смоделировали свой безопасный путь из школы домой. Подобные мероприятия будут проводиться в профильном классе несколько раз в неделю. Это позволит подрастающему поколению расширить правовые знания, сформировать чувство ответственности за свои поступки и уважительное отношение к закону. Напомню, это официальная группа полиции Ставрополья в социальной сети ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, ставьте. Напомню, как можно дозвониться в полицию по номеру 02 с проводного телефона и 102 с мобильного. Или 112. Это вызов всех экстренных служб. Это была Дзержинского 102. Программа о Ставропольской полиции и полицейских. До встречи на своем ТВ ровно через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует...